всех приветствую на канале ингейм сегодня мы рассмотрим как пройти лигу северо-востока посвященную гиенам как и в предыдущей лиге с изгоями нам доступно 60 уровней и две недели на их получение всего будет по одной группе заданий на каждую неделю при этом вам не обязательно выполнять все задания и получать 60 уровень на первой же неделе достаточно выполнить часть на это я оставшуюся часть на следующий таким образом получить все 60 уровней и забрать все награды сможет любой в этом нет вообще ничего сложного из наград самое полезное это экзотический контейнер с него выпадает случайный экзот с максимальными характеристиками экзот с него падает только тот что был в игре до обновления воители нью-йорка следовательно новой экзотики в нем нет теперь перейдем непосредственно к советам по прохождению для наиболее быстрого прохождения потребуется стандартный домашний билд через шанс крита урон крита примерно такой как у меня но у каждого он может немного отличаться кто-то бегает допустим с талантом фокус кто-то со стеклянной пушка это уже выбор каждого из оружия это классический м1 и на второе пулемет можно bullet king slip near или веселые времена кому что больше нравится данный билд универсальный и подходит для выполнения любых миссий на сложности испытания героика проходить все миссии желательно в соло это проще и быстрее правда в данной лиге есть исключение это миссия лаборатория дарпа но они немного попозже первые три миссии это отель гран вашингтон торговый центр джефферсона и стадион дистрикт юнион необходимо пройти за определенное время на сложности испытания проблем с их прохождением возникнуть не должно времени предостаточно я успел уложиться в указанное время даже когда на одной из них меня один раз убили и два раза я еще падал и вставал через улей и все равно хватило времени чтобы закрыть миссию на десятый уровень с первого раза на миссии отель гран вашингтон после убийства именного босса на крыше но лично у меня там застряла где-то спецагент и мне пришлось секунд 30 блин ждать ее пока она прибежит к двери и скипнет кат-сцену я наконец-то смогу отправиться к лифту также на этой миссии в конце вам надо разрушить за баррикадированную дверь для этой цели там установлен стационарный пулемет но лично я советую лучше использовать там bullet king он вам сэкономит немного времени так как у него не перезарядки и перегрева остальные две миссии проходятся без каких-то особенностей ну а теперь перейдем к миссии лаборатория дарпа в пентагоне это просто жопа но для начала у меня есть вопрос к разработчикам что эта миссия делает в лиге посвященной гиенам если здесь нам противостоят черные бивни извините но с какого хрена они ее сюда добавили она может быть в лиге по черным бивням но что делает здесь вообще непонятно если вы знаете может а какой-то неизвестной мне связи с северо-востоком и гиенами напишите в комментариях может я просто не в курсе этого у меня есть два предположения почему миссия дарпа здесь появилась первое это то что ее разрабы добавили нарушая логику лиги чтобы просто показать какие исправления они сделали в этом патче на ней хотя задумываться о логике разработчиков их действий наверное бессмысленно я не знаю в каком состоянии она была до патча я не играл на ней после прохождения на сюжете но даже сейчас бегая в соло у меня только на ней не сработал улей три раза и один раз застрял бот за закрытой дверью я его оттуда достать так и не смог также некоторые писали что сет спецпрограмма на ней работает странно и вместо отката и восстановления навыков он наоборот добавлял время к откату шаров второе предположение это то что данная миссия появилась здесь из-за очередной ошибки и я на самом деле не удивлюсь если это так и есть просто в сравнении сколько времени дают на сложность испытания в других миссиях и сколько давали на героику на острове рузвельта то время в 18 минут на героике на эту миссию это очень мало соло дарпу пройти очень и очень сложно очень много зависит от рандома где какие боты спаунятся допустим у меня за три забега в одном месте всегда появлялись одновременно два тяжелых пулеметчика а когда я проходил в четвертый раз соло то там их появилось четыре сразу при этом проходя ее в четвером там их всего пять появляется одновременно а у меня в соло четыре также многое зависит от того какие собаки появятся так как импульс испускает только снайперская собака тем самым вырубая электронику и дронов что опять же может ускорить прохождение какого-то этапа на миссии а может появиться собака с гранатометом и пулеметом и просто носиться по всей локации соло лично я не смог осилить последнюю битву с именным противником так как укрытий там почти нет а у меня еще как раз там заспавнилась собака с гранатометом и при этом финальный босс вас еще периодически закидывает арт ударами с рандомами тоже не все так просто многие левают даже если всего один раз упали мне повезло конечно и трое попались нормальных это нам не хватило 15 секунд чтобы завершить миссию на 8 уровней так как только здесь почему-то после вызова вертолета вам надо просто стоять блин и ждать 20 секунд пока он прилетит тогда как в других миссиях они заканчивались сразу после запуска сигнальной ракеты как итог лучше всего проходить дарпу вдвоем втроем со связью так как там есть место где вы можете сэкономить целую минуту играя в пати поскольку можно будет активировать сразу оба компьютера но если играете вчетвером то нужен хотя бы один танк или техник играющий через негативные эффекты которые будут станет врагов и вырубать электронику но мой совет попробовали 234 раза не получается пройти но и забейте добьете недостающие уровни на следующей неделе задание дезориентированные гиены выполняется очень просто вы либо можете стрелять по сумкам у гиен с дубинками либо можете поставить специализацию пулеметчика у него есть импульс больше который как раз и накладывает эффект дезориентации находите на миссии момент где выходят сразу несколько гиен и помечаете их импульсом погибаете и повторяйте снова и снова пока не выполните я лично это делал на миссии торговый центр джефферсона последнее задание это ликвидированные гиены для его выполнения вам надо выполнять ликвидации гиен переходите в раздел ликвидации ищите ликвидацию с гиенами выполняете если они все закончились то находите публичную казнь опять же с гиенами выполняете и вам дают новую ликвидацию на гиен и так по нескольку раз но и на этом все всем удачи в прохождении лиги спасибо всем кто досмотрел данное видео до конца подписывайтесь на канал ставьте лайк и обязательно делитесь этим видео с друзьями это очень поможет мне в развитии канала и будет дополнительным стимулом выпускать новые видео чаще всем удачи увидимся в the division 2